Уважаемые слушатели, сегодня у нас необычная тема, сказать о ней побуждает события, происходящие в Беларуси. Ранее мы этот вопрос не поднимали. Церковь – это неотъемлемая часть народа, но это сейчас так. А еще немногим более ста лет назад церковью был народ. Весь почти за малым исключением народ. Не зря Россию называли Святой Русью, не для красного словца. Церковь имеет единственную цель своего служения – изменение человека через его обожествление, то есть соединение с Богом через таинство церковное в правде и истине Святой Православной Веры. Церковь возобновила проповедь в Беларуси в 2013 году. После большого перерыва, после всех советских лет, как будто бы оставшихся в прошлом. Был куплен дом в сельской местности, недалеко от Минска, сделан ремонт, необходимое благоустройство, так как дом был в плохом состоянии, и уже в кратчайшие сроки начались домашние церковные службы. Они шли в домовой церкви, так как, конечно, никто и не ждал, что сразу же удастся построить большое церковное здание, но в то же время никто не ожидал и такого противодействия, которое было оказано. Власти Беларуси всячески препятствовали церковной проповеди, распространяли клевету на церковь среди местных жителей, пугали этих людей, пытались запугать наше священство, присылая представителей МВД и администрации. На церковные праздники администрация выставляла своего представителя, и он дежурил около дома, чтобы люди боялись прийти на службу. Обычно сам глава администрации подъезжал к дому и сидел в машине. На церковь воинствовала сонмище сатанинское Синедрион. Вот так Синод Белорусских Сергеян обсуждал меры борьбы с церковью. Мы покажем вам эти документы. Их борьба с церковью была одним из вопросов повестки дня так называемого Синода, так называемого Белорусского экзархата Сергеянской Еретической Москвы. Московской Патриархии. Уважаемые слушатели, перед вами документы. Сейчас мы покажем вам, кто же был инициатором гонений на церковь в Беларуси. Вы можете проверить подлинность этих документов, зайдя на официальный портал Белорусской Православной Церкви. В пояснение скажем, что она является филиалом Московской Патриархии на территории Беларуси. Здесь в разделе «Синод» журнала Синода, адрес перед вами, мы находим журнал заседания Синода от 28 марта 2013 года. Председательством митрополит Беларуси Филарет в заседании принимали участие все правящие архиереи Белорусского экзархата. Они тут перечислены. Далее открываем журнал номер 3, листайте ниже, и вы увидите, что по письму, уполномоченного по делам религии, национальности и гуляка, рассматривалось обращение по поводу деятельности Российской Православной Церкви на территории Беларуси. Взяли под контроль, постановили принять к сведению, активизировать работу на местах по разъяснению опасности от этих носителей раскольнической идеологии, так называемой. А также, интересный пункт, что обращено внимание руководства облсполкомов и Минского горисполкома на этот факт, и обращено внимание других заинтересованных государственных органов для принятия в случае необходимости мер реагирования, что это за госорганы такие? Понятно, это силовые структуры, это КГБ в первую очередь, Белорусское КГБ. Вот так. То есть, государство обратило внимание, оно бдит, оно следит за деятельностью РосПЦ, и Московский Патриархат встрепенулся, заволновался, и начал принимать меры со своей стороны. Здесь мы несколько слов скажем о инициаторе этого преследования, этого гонения, господине Гуляка, Леонид Павлович. Наверное, правильно назвать, не господин, а товарищ Гуляка. Довольно пожилой человек. Родился он в 49-м году, всю жизнь на госдолжностях. В 90-м году, когда, казалось бы, развалился Совок, окончил Минскую высшую партийную школу, такой вот интересный знак, вписался в новую систему, ну, а что бы не вписаться, по сути дела, это была и реставрация Совка того же. Окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь в 97-м году министр культуры Беларуси пять лет до 2005-го, ну, и доказал свою верность, преданность и понимание с текущей ситуацией, идеологии государства и на ответственной должности его полномоченного по делам религии и национальностей. Заметьте, интересная, очень характерная деталь, даже название должности у полномоченного осталось с прежних советских времен. Помните, на нашем канале мы рассказывали о том, как образовывалась Московская Патриархия, тогда тоже у полномоченный по делам религии курировал вопросы религиозной жизни в СССР и занимался непосредственно созданием организации Московского Патриархата. Ну, и здесь в Беларуси мы видим, что уполномоченный по делам религии и национальностей существует, действует, пожалуйста, данный адрес контакты Минск, улица Коммунистическая, 11. Как это характерно? В каком году мы живем? 2020-й? А как будто не знаю, 70-е, 80-е. Также герб посмотрите какой в Беларуси. Значит, ну и здесь вот тоже интересный штришок такой к портрету. Вот интервью его 2018-го года Беларусь общий дом для всех религий и национальностей. И здесь в интервью товарищ Гуляка рассказывает сколько национальностей, сколько конфессий живет, сосуществует вместе на территории Беларуси. Как государство под своим крылом их всех значит объединяет все они всем даны равные права и прочее, и прочее, и прочее. Но, как мы видим, для церкви места нет на территории Беларуси. Ну и заключение. Вот перед вами фотография тоже очень характерная. здесь снят сняты первые минуты визита Кирилла Гундяева, который выполняет дипломатические и прочие функции, объединяет, так сказать, координирует и регулярно объезжает свои территории. И вот он здесь прибыл в Республику Беларусь. Смотрите, кто по правую сторону от него сурово смотрит в экран на нас с вами товарищ Гуляка. Сразу стало понятно, кто же заказчик этого гонения, инициатор этих мер по изгнанию церкви из Белой Руси. Это те самые псевдоправославные ряженые самозванцы, сергиане, силовики духовного ведомства, которые вместе с властью сообщат, до сих пор ведут в светлое будущее, в кавычках, порабощенный, забитый, запуганный, обманутый народ. В итоге церковная проповедь стала невозможной, так как люди просто боялись встречаться, боялись ходить на службы. Церковь продала дом и покинула Беларусь. Все оставляется дом ваш пуст. Прошло всего несколько лет, и вот мы видим на улицах всю Беларусь. Люди требуют ухода богоборцев от власти. Люди хотят освобождения от диктатуры советских карательных органов КГБ. Возможно, это неосознанный до конца, не выраженный четко протест, но он имеет одну основу. У людей жесточайший духовный голод и такой же силы запрос на справедливость, правосудие и правду. И этот народный протест уже не остановить. Люди будут искать ответы на свои вопросы, будут искать выход, они не успокоятся и не сдадутся. Возможно, их опять обманут. Протест, возможно, будет подавлен. Может быть. Без пастыря народ, толпа, дети. Заметьте, кстати, что во время протеста в Беларуси на улицах вместе с народом нет ни одного сергианского попа. Наверняка по патриархии издан приказ не вмешиваться, не участвовать, не поддерживать. И это понятно. Сергиане это не часть народа, это чуждый элемент, враждебный элемент. И они сами не чувствуют свою общность с народом, иначе никакие бы приказы не удержали их от выступлений. У Лукашенко был шанс. Он мог преобразить свою страну, освободить народ от советского тлетворного душепагубного наследия, войти в историю как настоящий народный благодетель и просветитель. Ведь тело исцеляется через исцеление души, но он не пустил церковь к народу. Он выбрал другую сторону, сторону князя тьмы, выбрал временные, земные, тленные, ничтожные и нелепые богатства и власть и стал гонителем на церковь Христову. И нет на нем Божьего благословения. Надо добавить, что Путин ничуть не лучше Лукашенко. Оба они продукты ушедшей эпохи, эпохи воинствующего коммунизма, ГБ, диктата богоборческого государства. Их время ушло, но они продолжают цепляться за власть крюченными пальцами, пестуют своих цепных псов, кидают им подачки со своего стола, богатонакрытого, суворованного народа. Помните, все богоборцы и гонители церкви, что смерть грешников люта, гонители церкви потеряют все, все, что копили и чем хвалились, что надеялись, сохранить и приумножить. Мы являемся свидетелями больших событий, будем же научаться из них, извлекая важные уроки, девясь могуществу Божию и славя Господа сил. Трепещите языки и покоряйтеся, якос нами Бог. Господи, спаси наш народ. Субтитры создавал DimaTorzok